Мероприятие в Российском Центре науки и культуры имело формат видеоконференции. На связи Санкт-Петербург, как центральная точка, еще более 10 городов некогда единой страны Советского Союза. В северной столице России ежегодно проводятся встречи, посвященные важной дате – снятию блокады Ленинграда. И ежегодно для участия в них приезжают те, кто пережил страшное военное время. Но человек с годами не молодеет, и блокадникам все сложнее решиться на дальние поездки. Чтобы не прерывать традицию и держать связь, решено было использовать возможности современных технологий. Почему мы стараемся проводить эти мероприятия? Потому что дети, молодежь, которая уже не знает, и к счастью, наверное, что не знает этого, необходимо, чтобы память об этом сохранялась. В числе участников мероприятия – Отто Будник, житель блокадного Ленинграда. В 1944-м Отто Фомичу исполнилось 10 лет. Он не любит вспоминать те годы. Слишком тяжело – потери родителей, голод и постоянные бомбежки. Как говорить об этом без слез? Пусть и прошло не одно десятилетие. Однако и не говорить нельзя. Иначе как воспитать поколение, достойное Великой Победы? Самое главное, чтобы дети все это знали, через какие трудности прошла родина их, их родители, их деды. Это нужно. В настоящее время в Бресте живет 17 человек – жителей блокадного Ленинграда. Всего в нашей стране их около 200. Общая история, тяжелая и героическая, одновременно объединила и сплотила их. К слову, рассказывая о том времени, они нередко вспоминают события и моменты счастливые. Говорят, без них и веры в лучшее было бы просто не выжить. Вы знаете, Шостакович, он первое время был в Питере, там фотографии ездил, он в пожарной команде, там действительно переживал эти все ужасы. Потом его вывезли на Урал, он там написал Ленинградскую симфонию, и ее в годы блокады, она прозвучала в Ленинграде, в блокадном Ленинграде. Собрали музыкантов, там смело по нему, кто еще мог двигаться. И вот они играли. И самое интересное, что еще, что за время, пока это произведение звучало, в эфире по всему городу, по всей Ленинградской области, ни одного налета не было. Наследники поколения победителей – представители подрастающего поколения. В числе участников мероприятия не случайно. Именно им предстоит сохранить мир, доставшийся страшной ценой. Именно им необходимо знать о том времени как можно больше, чтобы понимать, помнить и чтить. Я считаю историю – это важный акспект в нашей жизни, потому что это история про наших родителей, про наших предков, которые воевали на нашей земле, которые отдали свою жизнь ради того, что мы сейчас жили. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.